Добрый вечер, друзья! Отличный получился день. Прекрасные доклады, много научных докладов. Это так приятно было слушать. И вообще замечательный сегодня день. Мне убеждали сделать этот доклад. На самом деле, все подтвердилось на предыдущем моем докладе в партнерском потоке. Мне прям задали этот вопрос напрямую. Расскажи про стратегию. Вообще объясните, куда вы движетесь, как вы движетесь, почему оно все вот так сложилось. Есть небольшой доклад, который, видимо, станет завершающим на сегодняшнем дне. Стратегия движения. Как мы выбирали путь. Из чего вообще все складывалось и как оно предполагается будет дальше. Поэтому рассказываю о стратегии BITREX24. Запись не ведется и у вас всех подписаны идеи. Мы никому ничего не расскажем. История 2012 года. Вообще, конечно, фундамент и идеи закладывались немного раньше. И нам нужно было принимать решения раньше. Но в 2012 году, к моменту выпуска, чем мы располагали? Во-первых, мы узнали уже, что нам нужно будет двигаться на рынке значительно быстрее, чем все остальные. Потому что уже очень много участников на рынке присутствует, и они все работают. Мы также для себя знали, что нам нужно будет двигаться на свои деньги. И это тоже существенная история. Значит, нужно располагать и опираться на свой фундамент, который есть. В нашем понимании нельзя построить облачный интернет-сервис и интернет-продукт локально в отдельно взятой стране. Необходимо сразу делать международный проект, потому что границ, по большому счету, не существует. Всегда на этот рынок придут игроки и на тот рынок придут игроки. Значит, нужно делать международную историю. И у нас в наличии своих денег было примерно на два года. И мы рассчитывали, что за два года мы должны выйти на окупаемость, прибыльность и на хорошую здоровую экономику, чтобы дальше развивать проект. Это совершенно невыполнимые задачи. По-честному, глядя, вот в тот 2012 год нам казалось. Сначала немножко теории. Какие-то вещи вы, наверное, слышали, но, тем не менее, я должен буду их повторить. И, кстати, очень много новых партнеров сегодня. Атомарные функции. Существует такой термин. В каком-то смысле, наверное, я его использую. Что такое атомарная функция? Это одна единица функции, которая завоевала внимание либо популярность у людей. Мы часто с ними сталкиваемся. Например, Snapchat придумал истории, и они оказались во всех приложениях. Теперь они есть в Facebook, в Instagram, где-нибудь еще. Два-три года может выжить атомарная функция внутри. И если она приживается, и потребители ее выбирают, она обязательно будет скопирована. Она обязательно появится у всех остальных. Все, с этим ничего невозможно сделать, эта данность. Ну, посмотрите на Dropbox. Прекрасно, отличный новый концепт. Синхронизация файлов между разными платформами. Два-три года. Теперь OneDrive, Google Drive, Bittrex 24 Drive, Яндекс.Драйв. Их огромное количество. И с точки зрения потребителя, это уже общее место. Вы не можете... Ну, каким образом вы теперь должны прийти клиенту и сказать, у меня самая лучшая атомарная функция? Непонятно. Ну, она может быть самой удобной, самой быстрой. Но для потребителя это уже не главная история. Для него важна общая интегрированность. Но важно понимать, что все атомарные функции будут скопированы, и они будут похожи. И ничего с этим поделать не получится. Поэтому, есть даже еще худшая история, их начнут раздавать бесплатно. И это происходит повсеместно. Следующий тезис, с которым мы рассуждали, что вообще-то победят наборы. Если следовать, что через два-три года все начинают копировать эти функции, дополнять свои комплекты, значит, в перспективе у всех появляется набор из тех или иных атомарных функций. Вообще, история предыдущих лет нам показывает, что крупные игроки после некоторого бурного этапа развития рынка скупали и консолидировали вокруг себя продукты. Или те самые атомарные функции. Так поступал Microsoft, так поступал IBM, так поступает Google, и так поступают многие игроки. Исходя из своих стратегий, они собирают набор. Таким образом, нужно в это целить и это учитывать. Этапы развития рынка. Еще один важный тезис, как бы фундамент, на чем строить вообще стратегию. Вы помните мои рассуждения, что вот это, кстати, не есть этапы развития рынка. Этот график показывает наличие свободных пользователей, по большому счету. Правильный этап развития рынка. Очень важно, что по оси Y выглядит вот так. Где, например, по Y число мобильных телефонов, или сим-карт, или число стиральных машин. Сначала функция начинает набирать обороты. Это называется растущий рынок, который характеризуется очень высокими темпами. А потом мы выходим на некоторое плато. Растущий и зрелый рынок, они на самом деле отличаются заполненностью. Вот сколько рынка еще свободно, для того, чтобы мы могли прийти к потребителю, сказать, у тебя нет сим-карты, давай. Вот сегодня к кому не придешь, у тебя нет сим-карты, он говорит, а у меня их три. И я на самом деле не очень понимаю, какова стратегия Сбербанка, когда они выпускают Сбербанк Мобайл или Тинькофф Мобайл. Ведь iPhone-то не сделал две симки. Я понимаю бы сделали, свободное место бы появилось. Мы могли бы каким-то образом рассчитывать на какую-то стратегию, но пока она не совсем понятна. Тем не менее, растущий и зрелый рынок – это очень важный фундамент. И что для нас также будет существенно важно? На растущем рынке, условно говоря, 10% занято, а остальное свободно. Потребители не знают об этой функции. И главная стратегия вообще на растущем рынке – ни в коем случае не бороться с конкурентами. Главная стратегия на растущем рынке – расширять свой сектор, идти к новым клиентам и говорить, «У меня есть функция, бери у меня». Если мы смотрим на зрелый рынок, на зрелом рынке все поделено. За счет чего можно расширяться? Только за счет кого-то. А тот почему-то начинает сопротивляться. И редко кто-то хочет отдать свой кусочек. На самом деле, это принципиально разная история. И здесь есть еще важный термин – цена перехода. цена перехода – это чего вам стоит сменить один товар или одну услугу на другую. Например, перейти с iOS на Android. Больно. Или с мобильного оператора с одного на другого. Даже несмотря на MNP, все равно. Пиши заявление, делай. Или перейти, например, с Microsoft Office на продукты Apple для редактирования документов. Не раз пытался. Слушайте, это так больно. Не знаю, где-то в голове больно. Вроде нигде больше не больно. И ты все равно возвращаешься и говоришь, ну ладно, хорошо, Microsoft Office будет у тебя вот таким. То есть существуют разные типы боли, разная цена перехода. Итак, это фундамент, на котором нужно было построить стратегию. 2012 год. С чего мы начинали? Немножко воспоминаний. К тому моменту на рынке было множество игроков. Salesforce, Zoha, Basecamp, Megaplan, Ama, мой склад. Вот здесь вот даты рождения этих продуктов. То есть когда они вышли на рынок. Кто-то больше 10 лет уже присутствовал. Megaplan там уже 5, не помню, лет. 6 лет. То есть вообще игроки присутствовали давно. И ты приходишь на рынок, и ты должен как-то быстрее на них двигаться. И мы разработали стратегию, у которой было несколько важных решений. Каковы они были? Первое. Или как бы фундаментальные вводные, на которых мы рассуждались. Итак, нам нужно было развиваться на свои. И мы знали, что все западные игроки будут лучше профинансированы, чем мы. Вот как бы мы ни крутили, даже если бы мы локализовались там, полностью во всех историях, мы никогда бы не смогли получить такое финансирование, как получают западные компании. Значит, нельзя конкурировать финансами. Это проигрышная стратегия, она завершится неудачей. Что мы умеем? Мы умеем достаточно много программировать с достаточно хорошим качеством, которое в целом можно улучшать и строить, менять производство. Это у нас хорошо получалось. Большинство игроков к 2012 году уже были 5-10 лет на рынке. Значит, нам нужна была максимальная скорость. То есть нам нужно было выбрать стратегию, которая бы нам позволяла двигаться значительно быстрее. Обязательно использование облака. Без облачных решений нам было уже не двигаться. Причем именно облако для скейлинга, как говорят, чтобы платить ровно за реальное использование, а не просто на покупать 400 серверов оборудования. И если делать бесплатника, мы его решили рассматривать по сути как маркетинг. То есть его себестоимость должна быть ниже, чем стоимость привлечения клиента. Ну и нужно так отстроиться от клиентов, вернее, от конкурентов, чтобы за 20-30 секунд, даже просто войдя в интерфейс, а никто уже ничего не читает на сайтах, люди могли понять, чем мы отличаемся от остальных. Потому что времени на разъяснение нет. Первый набор, который мы запустили, состоял всего из шести элементов. Не было никакой серым. Она появилась только через год, в 2013 году. И это была соцсеть, задачи, чат, диск, календарь и бизнес-процессы. Вот это весь первый набор в 2012 году, который мы представили и с которым двигались. А сегодня у нас много инструментов. Но тем не менее, смотрите, очень важный, наверное, психологический или стратегический момент. По каждому из элементов у нас огромное количество конкурентов. Если мы возьмем коммуникации, это и Slack, и Yammer, Salesforce, Chatter, Kerio, Connect. Их тут много можно перечислить. Окей. Задачи. Asana, Basecamp, Trello, задачи Google и еще целый список. Вот реально здесь вот тысячи. Вот без преувеличения, можно сказать. CRM, Zoha, Sugar, Ama, Salesforce и еще их здесь будет целая история. Тут недавно в Бразилии нас включили в рейтинг. Я там только два названия знал. Мы и PipeDrive. Остальных я не знал. Они какие-то местные, еще какие-то. Сколько этих CRM? Отдельная история. Открытые линии. Intercom, Zapim, LiveText. И еще целый список можно перечислить. Сайты. VIX, Tilda. И мы вот про сайты вообще можно 2-3 слайда рассказывать о том, сколько конструкторов. Но самая удивительная история, что если нас спросить, с кем мы из них конкуренты, мы скажем, не с кем, потому что мы набор. Но если каждого из них спросить, а BITREX24 вам конкурент, они скажут, да, они нам конкурент, потому что они реализуют эту функцию. И в этом состояла наша идея. Собрать набор, в который и сам является определенной ценностью, новой ценностью, которую мы хотели представлять. Какие были ключевые стратегические решения в итоге приняты? И сейчас уже через 6 лет, наверное, можно сказать, что они оправдались. Первое. Итак, мы спроектировались как набор наиболее популярных инструментов. И все конкуренты нам не конкуренты. То есть мы им мешаем, они нам не мешают. Это был первый шаг. У нас очень получился широкий диапазон клиентов, и он не зависит от отрасли и размера. То есть мы стараемся выбрать максимальный сектор, точно не фокусируясь в конкретную историю. И нас еще интересует каждый сотрудник в компании. Потому что если, например, CRM только для отдела продаж, то Bitrix24, он и для отдела продаж, и для всей компании, и для задач, и для сайтов, и для маркетинга, и для самых разных составляющих. Мы выпустили огромного честного бесплатника на 12 человек. Нам очень нужна была скорость, и бесплатник нам позволил двигаться очень быстро. То есть мы и на российском, и на международном рынке получили фантастическую скорость выхода на рынок. Ценовая политика. И тут мы тоже применили уникальную вообще для рынка историю. Все стараются ставить цену от пользователя, а мы поставили цену за компанию, независимо от числа сотрудников. Тогда на первоначальном этапе это было 100 и 200 долларов. Когда мы говорили, чуть разный функционал, но у вас везде неограниченное количество пользователей. И решилась еще одна очень важная задача. Скорость, конверсия и заключение сделки. Потому что для компании не нужно решать, а вот этому надо или нет. Даже если речь про 2 доллара идет, это все равно нужно. А будет этот отдел пользоваться или нет? И вот здесь умирает огромное количество желающих купить. А у нас не выбирают. Так, слушайте, 100 долларов на компанию. Отлично, мы готовы начинать. И это помогало нам. В итоге у нас получилась лучшая цена на рынке, в которой... Вот у нас есть сейчас целый поток, например, клиентов, которые переходят в Зоха на западных рынках. Почему? Начинается все просто. Для одного, для двух пользователей, потом разные инструменты, за каждый из них чуть-чуть доплатили, еще чуть-чуть доплатили, еще чуть-чуть доплатили. 250 долларов за человека. Их там 10. Они приходят, говорят, слушайте, нам дорого, мы вообще не очень большая компания, для нас это очень большой чек. И они возвращаются, переходят и пользуются нашим решением. Самообучение и самопродажа. Мы очень к этому стремились и стремимся, потому что тяжело в Перу продавать через телефонные консультации. У нас особая история. Мы действительно не строим отдел продаж. Нет у нас отдела продаж. И все, что касается внедрений, продаж, консультаций, это полное делегирование всех внедрений партнером. Это ключевая наша особенность. Нет отдела продаж. И в то же время сильная партнерская сеть, на которую мы опираемся. Итак, 2018 год. Что у нас получилось в итоге за 5 лет? Мы вышли на окупаемость за 1 год и 2 месяца. И это было очень круто. Волновались, старались, работали. И самое вообще, конечно, восхитительное, когда в наших воронках покупателями становятся, вот у нас несколько есть таких случаев, когда в первые дни 2012 года после открытия клиенты зарегистрировались, а начали платить, перешли на платный тариф. Но они пользовались нами, а начали платить в 2017 или 2018 году. То есть они все время были с нами, а потом стали платящими клиентами. Нам удалось работать на весь мир. Вы эту карту увидели. И это действительно охват по всей территории. Самые разные клиенты в самых разных странах. И когда коробку покупает армия Нигерии, я понимаю, мы делаем что-то вообще, конечно, фантастическое. Потому что мы никогда бы не могли с ними по-другому работать, только продавая, вообще двигаясь на весь мир. 12 языков, которые на сегодняшний момент уже доступны, и 14 доминов. Это то, что уже есть на сегодняшний момент. 12 тысяч партнеров, которые внедряют, консультируют и помогают. И я всегда говорю нашим партнерам и нашему интерпрайз-отделу, у нас есть одна фантастическая особенность. Никто в мире облако не отдает в коробку. Вы не можете утащить Office 365 или Google, а вот Bittrex 24 вы можете утащить. Вы можете прям забрать все, что там есть, перетащить в коробку и дальше делать удивительное решение, которое вообще-то в коробке крайне редко встречается. Меняется ли стратегия со временем? Да, конечно. Мы проводим свои внутренние стратегические сессии дважды в год. И на них мы обсуждаем, как меняется рынок. А он удивительным образом меняется. Что происходит? Как нужно нам корректировать свою работу? Вообще, когда мы начинали, вы знаете, у нас был даже такой расчет, что маленькие компании в облако не пойдут. Так вот это виделось тогда на тот момент. Большие уже не пойдут, а вот есть какое-то среднее, которые будут пользоваться. Это вообще уже не оправдывается. И крупные компании в тысячи человек пользуются облаком, и маленькие частные компании начинают пользоваться. Вот, собственно, распределение бизнесов сейчас примерно вот такое. Энтерпрайзов 1%, это мы говорим в количественных величинах. Малых предприятий 3%, микробизнесов 30%. Вот раньше мы попадали вот в эти, до 30%. Сейчас мы целимся и активно работаем в маленькие предприятия, самозанятые. Тут вы видели, законы появились для самозанятых. И много всего. Им, конечно, не нужна живая лента. Ну, обычно это муж-жена. Хотя, почему нет? Может быть, им есть что обсудить, и они не могут это обсудить по-другому. Но в основном, конечно, это мессенджеры и инструменты, которые помогают бизнесу. И мы активно думаем над этой аудиторией. Вот здесь, в ИП, 4 миллиона предприятий, 4 миллиона потенциальных клиентов. И мы думаем и готовим продукты под эту историю. Отдельный вопрос. Например, CRM является зрелым или растущим рынком? Как вы считаете? Растущим. И действительно, само слово CRM давно уже на рынке. И в то же время, если опрос провести, по нашим оценкам, вообще где-то около 10% предприятий сегодня пользуются CRM. Вообще пользуются. Именно они могут знать, но она у них внедрена только в очень маленькой доле компаний. Более того, само понятие CRM сильнейшим образом трансформируется за последнее время. Вообще раньше CRM это были долгие сделки, вы их руками вели. И этим пользовались только вот те малыши. Ой, вернее, давайте еще раз. Не малыши, а этим пользовались в первыми версиями CRM крупные и малые предприятия. Они, собственно, были клиентами рынка CRM. Когда появились всякие трекеры, автоматизация, интеграция с телефонией, поднялись до следующих. А вот мессенджеры, инстаграмы и все остальное, они выводят, конечно, нас на массовую аудиторию. Это один тренд. А второй тренд состоит в том, что CRM действительно представляет сегодня другой продукт. Это не только для отдела продаж и вообще не столько. Даже малозанятым или самозанятым. Для них это и CRM, и маркетинг, и сквозная аналитика, и контакт-центр. И все это теперь составные части CRM. Сам продукт трансформируется, расширяясь на большое количество потенциальных клиентов. Рынок сайтов зрелый или растущий? Вот видите, вам еще неоднозначно, да? Кто-то даже выкрикивает за растущий. Вы знаете, смотря как считать, ученые спорят. Я бы в целом говорил, что рынок зрелый, смотря на какую метрику мы смотрим. Число доменов, сайтов, еще каких-то вещей, он, конечно, зрелый. К вопросу о том, зачем вы вообще делаете вот такие конструкторы, да? Для чего вообще? Но помимо того, что, опять же, есть разные рынки. Есть первый рынок. Это профессиональная разработка, он никуда не денется. Это рынок профессиональных, зрелых решений с индивидуальным дизайном, UIX, картами клиента, с бизнес-логикой. Вы знаете, нет альтернатив, ничто не уйдет ни в какие другие сценарии. Будет сайт и мобильное приложение с ним интегрированное. Эта история не изменится. Объем работ, скорее всего, будет только продолжать расти. Но не очень высокими темпами. Где-то 10-15% в год. Но есть вторая история. Второй потребитель у сайтов. Маркетинг. Для контекстной рекламы, быстрое создание, простое управление и микробизнесы, которые на самом деле не могут себе позволить профессиональную разработку. А эти микробизнесы самозанятые, они все больше становятся клиентами аудитории. Поэтому им нужен такой продукт. Именно для них мы в том числе создаем сайты. И для микробизнеса, и для маркетинга. Интернет-магазины. Зрелый или растущий рынок? Растущий. Интересно. Я бы сказал, что с интернет-магазинами не все однозначно. Крупные сделки, такие и крупные игроки, как Амазон, Алиэкспресс, сделка со Сбербанком, они на самом деле очень сильно меняют картину. И в целом, наверное, правильнее рассматривать этот рынок, особенно по темпу роста, как выходящий на зрелый. Тем не менее, там тоже происходят прям огромные изменения с точки зрения самого продукта. Интернет-магазин, во-первых, для микробизнесов чаще всего сложный, поэтому у нас появляется облачный. Они не могут себе позволить большой ценник или большое внедрение. Но ключевая история CRM и интернет-магазин. Потому что уровень конкуренции настолько возрастает, что просто на одной первой сделке уже не окупится. И CRM и магазин будут сливаться в единый комплект. И другого варианта по большому счету нет. По сути, есть два потребителя. Опять же, микробизнес, который хочет все вытащить из коробки, начать торговать, интегрировать с Инстаграмом и просто лететь. И в то же время есть профессиональный сегмент, который будет и вести коммуникации с клиентами, и хранить сделки, контакты сразу в CRM, фиксировать все телефонные звонки и все, что с этим связано. Интернет-магазин как комплексное решение. В двух составляющих. С одной стороны, со стороны облака, с другой стороны, как решение. Мы добавляем к набору. То есть вообще начали мы с одних инструментов, а теперь у нас есть и компания. И здесь основной фокус по мобильное приложение. Потому что чем дальше, тем меньше дисктопа и компьютера, и больше мобильных. Задачи и проекты. CRM мы сегодня вам представили фантастическое обновление с полной планкой, как мы говорим, 5 из 5 элементов. Контакт-центр, который постоянно пополняется самыми разными коннекторами. И это, скорее всего, тенденция сохранится. Я уверен, что и WhatsApp в итоге откроет API, и можно будет нормально дружить и с ними. И сайты, и магазины. Вот этот набор, который, на наш взгляд, подходит и для крупных, и для малых предприятий, и для средних, и для самозанятых. В результате всего этого мы создаем большой рынок для внедрений. По настройкам CRM отдельное направление. По интернет-магазинам, которые будут и в облаке, и в коробке. И по бизнес-процессам, роботам, автоматизациям. Все, что связано и с этой историей. Что мы дальше выпускаем? Восемь языков у нас сейчас уже есть. А, или дополнительных восемь языков. Сейчас в работе находятся японский, итальянский, вьетнамский, индонезия, бахаса, чтобы вы знали. Малайский, китайский, хинди, 500 миллионов человек. И арабский. С арабским пока сложнее всего. Но мы стараемся, надеемся, что все получится. Что будет через пять лет? Через пять лет у нас есть амбициозная цель. Мы хотим, чтобы каждый второй бизнес работал в Bittrex 24. И я уверен, что вместе с вами мы добьемся этого результата. Спасибо большое. И спасибо большое вам за эту прекрасную конференцию. Не знаю, будет сейчас ли выходить ведущий или нет, но у нас есть возможность пообщаться вместе с вами, отдохнуть и в неформальной обстановке обсудить все, что мы с вами сегодня услышали. Отличная получилась конференция. Спасибо. Прошу слово. Спасибо, Сергей. Не уходите, пожалуйста. Не уходить? Не уходить. Дело в том, что мы готовим сюрприз собравшимся. Но нам нужно каким-то образом потянуть три минуты до момента наступления этого сюрприза. Значит, таймент сегодня на конференции просто великолепный. Спасибо большое. Мы старались. Итак, все-таки приходят вопросы через приложение Bittrex.conf. Снова побуду голосовым помощником. Я вот даже не знаю, стоит ли некоторые из них озвучивать слух или нет. На всякий случай. Так, посмотрим. Что? Вот серебряная пуля. Что для вас? Например? Лично для меня? Да. Максим Якубчик интересуется. Предыдущий у меня был доклад в партнерском потоке, в котором я рассказывал о том, что серебряной пули не существует. Нет такого ни волшебного слова, ни волшебного человека, ни какого-то ответа на вопрос, который придет, скажет, и ты вдруг почувствуешь себя счастливым или свободным или вообще неработающим. Не существует такого ответа. На мой взгляд, есть внутренний ответ, ваш внутренний ответ. Когда вы себе говорите, вообще я всегда счастлив. Да, есть всякие там обстоятельства, но какие-то другие вещи. А вообще, с точки зрения бизнеса и работы, это просто работать много лет, целенаправленно, с хорошей компанией, преодолевая всякие препятствия или проблемы, доходить до своей цели. И идти по своей стратегии. Святослав Сенников пишет, когда Шифу станет угвеем, кто восхищает? Шифу? Шифу что станет? Вот это как раз из той серии вопросов. Когда Шифу станет угвеем, кто восхищает? Может быть, поможете нам разгадать? Шифу не должен был стать угвеем, а вот должен был постигнуть правду, да, как победить. А его основное – поверить и взрастить. Все. Вот так. Браво. Прекрасно. Ну и сейчас несколько вопросов, которые… Давайте. Когда в Bittrex24 будет отчет о валовой прибыли? Интересуется Егор Рядькин. Я не знаю. Честный ответ. Александр Грибанов. Bittrex24 сайты делаются вместо Bittrex управления сайтами? Это утверждение или вопрос? Это вопрос. Нет, это не так. И я еще раз говорил, что есть разные аудитории, разные сегменты. Нам иногда кажется, что они одни заменяют другие. Нет. На самом деле они не приходили за лендингом за такую цену. Вернее, мы их делали с вами, но для клиентов это было безумно дорого. Сегодня отдел маркетинга делает. А вот то, что делают партнеры, они делают блоки, заготовки, блоки функциональные, которые делают там калькуляторы, информаторы. И внутри сайтов 24, которые есть в Bussi, они прекрасно реализуют эти сайты. Поэтому иногда нам кажется, что рынки пересекаются. Если встречается один пример, то это так. На самом деле это нет. К сожалению, все-таки это разные рынки. И клиенты разные, и потребитель разный. Здесь нет прямого пересечения. Между этими продуктами. Хотя они нам помогают и в Bussi в том числе. Андрей Телегин спрашивает. Что для вас ваше дело? Бизнес, развитие? Да вы знаете, если так посмотреть на все эти годы, то это жизнь. Ты с утра в отличном настроении. Идешь на работу. У меня прекрасные коллеги. Это вообще огромное удовольствие заниматься тем, что тебе нравится по жизни. Каждый раз готовить релиз, выходить, представлять этот релиз, волноваться. Не знаю, это изо дня в день. И только потом с огромным удовольствием общаясь с вами или обернувшись назад, видеть, какой вместе с вами мы прошли большой путь. Мне кажется, для нас с вами это жизнь. Сегодня столько людей подошли. Мы с вами 12 лет уже. И вот я только первый раз приехал на конференцию. Или мы встречались вот тогда-то в Питере. И ты действительно вспоминаешь, сколько всего прошло за эти годы. Поэтому это наша жизнь каждый день. Я считаю, прекрасный ответ. Ваши аплодисменты. Сергей Рыжиков. Дорогие друзья. Здесь, на этой сцене, сегодня весь день выступали вот такие спикеры. Вы на них смотрели, их слушали. Но теперь самое время посмотреть на самих себя. Весь этот день пока шла партнерская конференция. Один из Битрикс. Секретная лаборатория. Наши секретные агенты ходили среди вас. Вместе с просветленной оптикой. И пытались запечатлеть лучшие моменты сегодняшнего дня. Поэтому внимание на экран. Возможно, вы увидите самих себя. Что-то между нами точно есть. То, что мы не можем объяснить. Во всем вот этом есть какая-то магия. Это любовь. Мы встречаем друзей. Тут все свои. Это совсем другой уровень общения. Это было что-то... Ну, действительно, трудно описать одним словом. Потому что это была смесь того, что очень давно ждали. Того, что безумно необходимо. Это была химия. Что это было? Это была магия. Это была химия. Это был новый Дмитрий Завченко. Почему химия? Когда собирается такое количество людей, которые делают одно вообще дело. Вот, наверное, поэтому с нами и химия. Каждая молекула по отдельности не способна чего-то достичь. Поэтому мы единая компания. Мы единая команда, наверное, так. Любовь, она же, так сказать, в любом случае происходит на основе химии. Поэтому все нормально. Каждая, это только одна плохая часть, поэтому... Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok